В эфире Мастер-шеф. Участники в Чорных Фатухах борются с стихиями. Чтобы остаться на проекте, они должны приготовить классические американские панкейки, несмотря на шаленый витер и проливный дождь. Тут раз, 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 знаешь, как реально в погоде, так летний дождь. Закончился витер, закончился дождь. Все, мы такие... На адреналине сегодня мне удалось работать венчиком довольно быстро. Аня, если не взобьются белки, бери, переделывай сухим венчиком, вытирайте его. Били, били, соломай. Они побелели, увеличились в объеме в полтора, ну, два раза, ну, конечно, не больше. Жаркин! Аня, покажи тесто! Аня! До меня начало доноситься, Аня, больше муки, меньше муки, у тебя хорошее тесто, у тебя плохое тесто. Оно слишком жидкое, оно такое-сякое. Мне нравится мое тесто, оно офигенное, все, не надо. Все, отлично, супер. Все, хорошее, молодец, тесто. Витя, давай другие белки, наверное. Куда-то она попала. Конечно, мокрый венчик. Попадает вода, нихрена вон они не взбиваются, мы первые выливаем вторые. Ну, у меня пена. Пена взбивается? Делами не становится. Вторые, по-моему, опять не взбиваются. Я уже говорю, бери яйца, ну, делай на яйцах. Добавила яйца, добавила молоко, добавила сахарную пудру, растерла. Добавила, естественно, муку. Чтобы было понятно, после этого дождя мука нахрен вся мокрая была. Поэтому приходилось еще пересишивать. Еще быстрее! Я вижу, что тут уже, знаешь, что-то месяц, там месяц, а этот стоит, понимаешь? Да быстрее давай делай! Да сейчас, Наташа, подожди, еще же высохнет. Оно должно. Все, Дениска плывет, пока он нашел там какую-то мисочку, пока он нашел какой-то венчик. И тут включается этот вентилятор. Ветро! Идем! Мы в беднях все кидали, хватались за миски. Ты понимаешь, уже полная миска, она тяжкая, но для этого вентиля она просто ничто, понимаешь? Она все эти полные миски сносит, сносит их, у них вот так вот все щеки туда раздуваются, назад. Мы там, значит, всем говорили, что вы только не оставляете свое там тесто, потому что там нальется вода. И как они, значит, ходили с этим тестом там вместе и с зонтиком. Не оставляй миску! Вита, начинайте жарить! Вода, все льется, а мы просто не можем ей никак помочь. Мы просто стояли и кричали. Вот так. Стоялась от этих криков, сосредоточила свое внимание на газовой плите и на своем тесте. И она очень молодец. То, что она просто абстрагировалась, да, от этого всего. Она встала, она знает рецепт. Наверное, все-таки Аня умеет дружить и с ветром, и с водой. Она же у нас девушка природы. И вот ей как-то это все даже, наверное, помогало. И, в принципе, она самое первое замешала тесто. Она поставила кольцо, она добавила тесто в это кольцо. Потом убрала кольцо, у нее получился такой первый панкейк. Твою мать! В тот момент, когда Аня уже, смотрю, начала жарить панкейки, у Вики еще моей жидкой тесты, я не могу урубиться, что такое. Я говорю, ты что туда молока напиндорила? Вита, покажи! Сейчас покажу. Да я не пойму, добавь муки, еще они у тебя жидкие. Я же говорю, добавляй муки, она же по чуть-чуть эти щепотки сыпет. Я говорю, добавляй муки, показывает, а она опять жидкая. Бегом в сковородку, Вита! Лена, форма мокрая, ты не понимаешь? Что с*** тебе форма? Денис, быстрее! Попробуй, без формы! Дениска, пожалуйста, начинай уже жарить. Делай быстро, пока ничего нету! Делай, делай бегом! Он тормозил. Извини, ну дождь покапал, ну так поставьте тот зонтик. Я понимаю, что дует. Ну так пользуйся моментом, пока не дует. Но даже когда ничего не дуло и ничего не лилось, все равно он умудрялся просто стоять. Быстрее делай, блин, когда ничего нет, он стоит, бумабурга. Денис, иди, жарь быстрее! За колопутцы тесто это еще полбеды, а его надо пожарить. Нам дали газовые, такие небольшие плиточки. Денис, быстрее! Понимаешь, если я сейчас залет, мне еще сушить, потом надо будет. Сейчас, подожди, ты что-то сконструируешь, ветер! Я тебя сейчас сконструирую! Он вот так, знаешь, как тюлень передвигается, он весь мокрый, вот такие глаза, короче, он ничего не понимает, что делать. Целевин-зон просто как нормально. Я, Денис, там, ну-ну-ну, пытается ему, знаешь, что это объяснить. Делай уже! Хватит орать! Быстро помазал масло! Уже смазал! Быстро! Помашь масло! Быстро! Помазал! И все начала рожать, конечно, мне как Гитлер знают. Байдарай! Вам легко говорить. Вот есть такая цитата, которую там приписывают от Шиллера до Гитлера всем подряд насчет того, что лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. И это правда. Сейчас будет Виттер! 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 Предвкушение того, что с минуты на минуту разразится этот ураган, но сообщает гораздо больше паники, чем сам ураган. Держись! Заводи печку! Заводи печку! Это так страшно! Учитывая силу ветра, которая неожиданно постоянно появлялась, оставлять зонтик без четкой привязки к себе было бы опромечиво. Он мог бы просто улететь. И таким образом он всегда у меня был под рукой. Ну, могла оперативно избежать того, чтобы туда попадал дождь. Боль! Море ветер, море плюля, в море воют ураганы. В сине море тонут лодки и большие корабли. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Значит, зонт этот. Он, конечно же, крепенький нам такой дали. Но у него даже спицы загибались просто. Я не знала уже, как его держать. Я же его зажала. Потом уже и животом, и грудью. Я думала, я буду держать его просто зубами. Держи пока, держи, сейчас ключи. Смотрю, вроде так поставила зонт, замастила, начала жарить на этой печечке. С печечкой она работать умеет, потому что мы там на вылазки входим. Эта вся вода, она на ту потельню, на ту все, они там всем закрывают. Они тем зонтиком. Те зонтики наполовину уже поломаны. Они все в муке, во всем. Просто вот такая каша на твоей кухне. Ну понятно, что уже яйца, не белки. Это понятно, что не панкейк. Но уже думаю, господи, хай уже такие оладушки, типа панкейка печут. Такие вот небольшие, маленькие. Все, мы мовчали. Хорошо, ты хочешь так себе, так и делай. Окей, молодец. Вы же там настроились, как бы нормально, да? У Дениски просто омлет какой-то. У него взагалі перша партия, взагалі не получалось. Делай нове тесто! Нове тесто! Домой поедеш, Денис, и сейчас не соберешься. Він высыпает у тесто, начинаю робить нове. Денис! Делай маленькие! Масло добавляй! Быстро, блин! И она поджимает. Это уже нажарило. А это стоит мертвым грузом. Один блин не может сделать. Оставите формы! Боже мой! Боже мой! Я понимаю, что там у Наташи происходит инфаркт. Там уже не инфаркт у нее уже. Она уже просто умирает, потому что я только оттуда слышу, что ее там за капюшон держат, за все остальное держат. У нас замена! Левензол, выходи! Змена игрока, змена игрока! Дайте Левензол черный фартук! Она сейчас там все доделает, выйдет! Она сейчас поделась! И меня просто держали просто в тупую, понимаешь? Я прям до такого, знаешь, именно, что ты хочешь прыгать или ты хочешь чем-то, знаешь, по голове этому Дениске как дать раз, знаешь, хорошо этой сковородкой, неважно, раскаленной ли, или даже нераскаленной. Потом я тесто снимал, кидал другое тесто, брал, уже ставил половину тесто. Два пожарились с одной, я их переворачиваю, думаю, слава тебе, вот два пожарились. Аня, ты пробовала? Аня, ты пробовала? Они испеклись? Да, вкусно! Тогда делай сейчас соус какой-то и подачу. Делаем. Аня, все отлично, она сделала пять панкейков с разными вкусами, там какой-то клубничный, малиновый, персиковый. Вита, послушай меня! Я хочу, чтобы ты закарамелизировала, а потом туда добавила сока, и это будет пропитка. Как точно, мой товарищ начальник! Я говорю, надо же еще пропитку сделать, надо сделать ганаш, надо сделать, закарамелизировать фрукты. На исходной тарелке были припущены филейки апельсинчика. А как, блин, профилировать апельсин без ножа, вашу мать? Вы не подскажете? И Аня поискала у себя, и Денис поискала у себя, и я свои полки обрыла. Ну, нету там, ну, нету. Я уже упала на асфальт, говорю, блядь, там ножи под Денисом. Внизу лежат три штуки! Да у Дениса, блин, жулись! У Дениса! Ножи у Дениса, между ног лезет, говорю, поверхность ножи. Я первый увидела, я схватила и побежала. Нож сделала в филе. Немного шоколад, сливок, квадрат. Спокуха! Сеструха! Домой поедешь, Дениса, сейчас не соберешься. Да не пугайте вы его! Боже, у него это круги трусятся, лучше поддерживай. Денис, сделай ганаш! Сделай типа как банного эффекта! Быстрее! На последних хвилинах попытался сделать пропитки, сделать какие-то крема, еще что-то зробил. Там он меда, орехов, еще чего-то, малину. Я не знаю, что он с чем смешал, я даже не смотрела туда, потому что мне уже хватило блинов. Десять, девять, малину, добавь какую-то фрукту! Восемь! Все, что? Пудры не надо! Семь! Не надо, пудры! Шесть, пять, четыре. Малинку, что-то еще, клубничку, найди что-то, одно! Три, два, один! Орешек! Стоп! Слава богу, с горем пополам, блюда готовы, идем на вердикт. Смотрю, у Анечки там вообще... У меня такой многоэтажный дом, вот такие вот пышные, красивые, думаю, как. Вики красивая горка, а ладушек. И смотрю на свое, на мои два панкейка. Ну что ж, Виктория, со своим блюдом идите к нам. Первое, что бросилось в глаза, это ваша презентация. Вы попытались сделать много. Красивая была подача у Вики. Я, в принципе, думал, что судьи закроют глаза на то, что это не панкейки, и ее поднимут на балкон. Довольно-таки неплохая работа, но мы просили приготовить панкейки. У вас ладушки. Хорошие, не спорю, но о ладушке. Поэтому берите ваше блюдо и возвращайтесь на место. Мы с Леной стоим такие, йо-моё, что за фигня, не-не-не-не, подождите, не так должно было быть. Все, и тут мы начали жестко переживать. Анна, будь ласка, до нас. АПЛОДИСМЕНТЫ Визуально, за формою и размерами, это настоящие панкейки. АПЛОДИСМЕНТЫ Переверима на смак. Мушу сказать, я здивований. Вам вдалося не просто приготовить панкейки, та ще й зробити їх надзвичайно нежными та смачными. Аня умудрилась взбить белки. В момент, когда еще не пошел дождь, она их успела взбить. И у Ани, конечно, на вкус были самые настоящие панкейки. Было пять штук, они были пышные, они были одинаковой формы, они были с разной пропиткой. То есть тут, мне кажется, любому человеку было понятно, что Аня сегодня однозначно не проиграет. И? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Азарлайна. Благодарю вас. Спасибо. Мой белый фартук с именной. Успела соскучиться за ним за время своего чернофартушного проклятия этого, которое сама на себя навлекла. И уже взбежала на балкон, исполненная самого настоящего счастья. Денис, со своим блюдом подходите к нам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 По вкусу, по вкусу, они мне нравятся. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Стоим мы с Викой и думаем, что, наверное, мы потом вместе почешем у дверь и поедемо до дому. Конечно же, я хочу в десятку. И стою, и хочу, и стою, и хочу. Ну, не стыдно уйти после такого конкурса с такими условиями, с этим зонтом, с этим ветром, с этими мокрыми венчиками, ложками, сковородками. Викторія, Денис. Ви припустилися обої однієї тієї ж помилки. Ми чекали від вас панкейків. А ви подали нам звичайнісінькі оладки. Тому знімайте ваші фартухи. АПЛОДИСМЕНТЫ На жаль, ви не змогли правильно збити білки, і цілком закономірно, що у вас не вийшло тісто для панкейків. Однак вони опустили руки, намагалися врятувати власні страви, шукали варіанти, боролися до кінця. І не зважаючи на надзвичайно складні умови та підступні стихій, врешті-решт таки змогли б представити нам, нехай і дещо відмінні від оригіналу, але хороші смачні страви. АПЛОДИСМЕНТЫ Ектор прав. Сьогоднішні умови, в якій працювали хлопці, вони були мегаекстремальними. І, мабуть, дійсно, це круто, що вони хоч щось принесли. И хай даже будут они блинчики, но они вкусные, они классные, и вы молодцы. И сегодня мы просто не можем отпустить вас додому. И он нагнулся и из-за стола доставил два фартуха. Вы заслужили цивильные фартухи. Слава тебе, Господи! Я не знаю. Я просто сегодня, если бы пришла в Вика, для меня это было просто в шок. Ура! Божечки вам все! Я, конечно, порадовалась, что остаются с нами, никто не уходит. Мы сегодня проживем день без слез, да, мы не будем за кем-то скучать. Но с другой стороны... Мы все участники, мы все пришли сюда побеждать, поэтому, когда они никого не выгнали, я расстроилась. Пора бы уже переходить на новый уровень, в десяточку. И шла 198-я серия, Мастер-Шеф 5, а их все 11.